Карта Falloff. Что это такое, с чем ее едят и чего интересного нам она позволяет сделать. Нажимаем в Diffuse рядом с цветом, квадратик и в выпадающем списке. Если он не выпал, то нажимайте вот на эту стрелочку, треугольничек, и ставьте галочку Show Incompletable. Далее, раскрываем на плюсик сначала Maps, затем Standard, и здесь находим карту Falloff. Происходит следующее. Идет плавный переход от абсолютно черного к абсолютно белому. В зависимости от угла зрения к поверхности идет градиент. То есть при остром угле зрения в 1 градус к поверхности идет абсолютно белый цвет. При прямом угле зрения к поверхности в 90 градусов идет черный цвет. Мы можем их поменять на любой другой. Например, здесь будет зеленый, а здесь будет какой-нибудь красный. И переход идет от зеленого к красному. Мы можем их поменять местами, соответственно, вот таким вот образом, или вернуть назад. Также мы можем закинуть карты сюда, точно так же, как, например, в миксе, и будет переход идти от одной текстуры к другой. Стоп. К сожалению, они так не закидываются. Нажимаем на None, Bitmap, и выбираем уже отсюда. Например, вот этот кирпич будет плавненько переходить в вот эту штукатурку. То есть вот они смешались. Правой кнопкой Clear очищаем, и здесь тоже Clear. Далее, внизу, здесь, кстати, есть зависимость Fall of Type, то есть от чего будет зависеть этот переход, от перпендикулярности, параллельности. Можете различные варианты попробовать, посмотреть, что это значит, что это, как это происходит. Но на самом деле используют в основном перпендикуляр, параллель. Самый интересный этот эффект. Ну и также здесь, в зависимости от какой-то из осей, будет зависеть от угла зрения к поверхности, то есть нашей камеры или нашего взгляда. Здесь ниже есть график или кривая, с помощью которого мы можем изменять это действие. Например, кликая правой кнопкой мышки по этой точке, выбираем из списка выпадающего без E-Connor, и получаются вот такие палочки. То есть, например, изогнуть сюда, зависимость станет больше красного, меньше зеленого. Например, сюда. Следующим образом. То же самое можно сделать и здесь. Здесь правой кнопкой кликаем без E-Connor. Здесь, например, сюда, а здесь, например, вот сюда. То есть переход будет вот такой. Также мы можем добавлять точек плюсиком. Добавить точку. И с ней сделать то же самое. Например, правой кнопкой без E-Connor. И подвигать эти плечики. И в зависимости от того, что мы тут будем делать, соответственно, на шарике будет видно, какие у нас есть варианты. Итак, ну, например, вот чисто вот. Например, сделаю вот как-то так. Такая вот козя-мазя. И накину ее на чайничек. Рендер. Вот мы видим. В зависимости от угла зрения, точно так же, как это было на шарике. Не буду рендерить его до конца. Мы видим, что под углом зрения к поверхности 90 градусов мы видим один цвет. И дальше идет, в зависимости от угла зрения, переход. В определенный момент это будет красный, потом опять упало до зеленого. Ну, либо, скажем так, смесь красного и зеленого. И в конце опять превращается все в красный. Можем назад поменять. Вот таким образом сделать. Будет резкий переход. Вот он, резкий переход. Можем добавить еще одну точку, например. И сделать здесь не без E-Connor, а просто без E-Smooth. И точно так же здесь, без E-Smooth. Так будет интереснее даже. Например, вот так. Смотрим. Рендер. Ну, я думаю, это очевидно, что в зависимости от угла зрения к поверхности мы видим разные цвета.